Если мы будем заступаться за коррупционеров, как за своих знакомых и близких, то от этой болезни, называемой коррупцией, мы никогда не избавимся. Именно об этом в своем выступлении перед участниками Народного Курултая говорил президент Сандр Джапаров. А что, разве он не прав? Здравствуйте! Когда речь идет о борьбе с коррупцией, никто или почти никто, как правило, не имеет ничего против. И наоборот, каждый из нас готов подтвердить свое негативное отношение к этому довольно жуткому преступному явлению. Не то, чтобы готов сразу ринуться в бой, с головой окунуться в борьбу с коррупционерами, нет, но указать президенту на необходимость и бескомпромиссность такой борьбы готов каждый из нас. И вот что удивительно, каждый раз, когда кто-то из чиновников, в том числе случается и министров, органы безопасности или правоохранительные органы задерживают с поличным на месте преступления, скажем, при получении взятки или по подозрению в вымогательстве таковой, тут же собираются его сторонники, активные защитники, родственники, для которых подозреваемый в данном преступлении коррупционного характера совершенно белый и пушистый. И тут начинаются уличные акции в защиту задержанного, требования свободы честнейшему из чиновников, законопослушному гражданину, примерному отцу, достойному сыну и прочее. Пример такой акции, даже если она не дала положительных результатов, все равно становится заразительным для других. За другим задержанным коррупционером тянется тот же шлейф протестов и требований освободить. И так почти каждого задерживаемого сторонники пытаются оправдать и освободить от ответственности, не дожидаясь результатов следствия и судебного решения. При этом сторонники подозреваемого в коррупции без тени сомнения начинают обвинять правоохранительные органы в намеренной подставе, как говорится, в выполнении чуть ли не политического заказа. Они абсолютно уверены в невиновности своего родственника, даже если он задержан, как говорится, с поличным. Ну и как в таких условиях можно противодействовать коррупции? Как продуктивно реагировать на требования народа о бескомпромиссности борьбы с преступностью? Если каждый задержанный, обязательно чей-то родственник, брат, сват, друг, соратник, одноклассник. Если они требуют его немедленного освобождения, одновременно призывая следственные органы и судебные власти к максимальной объективности и справедливости. Может ли следствие и судебное разбирательство быть до конца объективным и беспристрастным при таком явном давлении со стороны родственников? Наверное, все это как раз и имел в виду глава государства, когда говорил о результативности борьбы с коррупцией и о сторонниках, пытающихся защитить своего родственника от уголовно-правового преследования. Коррупция – самое живучее из преступлений, именно потому, что оно носит явный социально адаптивный характер. Звонок влиятельному другу или родственнику может помочь отпрыску получить хорошую должность. Чиновник, сват, никогда не откажет своему свату в помощи, даже если она идет вразрез с государственными интересами. Брат всегда поддержит брата, родственник никогда не обидит родственника в любом случае. И все эти, казалось бы, простые человеческие взаимоотношения имеют коррупционную суть, если в их основе лежат интересы одной стороны и чиновничьи возможности другой. Так, социально активная разновидность коррупции довольно широко распространена именно в Кыргызстане, потому что именно у нас почти половина населения по той или иной родственной или родоплеменной линии прочно связана друг с другом. Кроме того, не секрет, что успешное продвижение по службе при помощи влиятельных родственников, возможность решать вопросы через знакомых и родственников, получение дополнительной выгоды от занимаемой должности, использование служебного положения в личных интересах или в интересах близких. Все это большинством наших соотечественников воспринимается вполне нормально, в порядке вещей. Как говорил один давний мой знакомый, сумел получить досрочно новую должность, помог родственник из министерства. Что, нормально? Как говорится, зачет тебе. Ну а когда такой влиятельный родственник вдруг попадает в руки правосудия, тут уже очередь тех, кого он в свое время облагодетельствовал. Они обязаны встать за него горой, требовать его освобождения, протестовать против несправедливости и беспредела власти. Хотя, как правило, каждый из них в курсе, чем занимался их благодетель, задержанный по подозрению в коррупции. Знают они, на каких таких доходах строилось его благополучие и какие связи позволили ему дослужиться до чиновника высокого ранга. Обычно ведь в семейном кругу такие вещи не только не скрывают, но и говорят о них как о достойном примере. Элитный особняк, крутая машина, квартиры в элитных высотках, дорогие подарки и подношения от подчиненных и просителей. Все это в глазах родственников и результат хорошей работы чиновника и его же аттестации в кругу близких, как человека делового и всемогущего. Он умеет жить, умеет зарабатывать, он кормилец и благодетель для многочисленной родни. И объяснить протестующим родственникам, что содеянное их подзащитным это банальное уголовно наказуемое преступление, тоже непросто. Потому что для многих из них подобные действия, строго говоря, не являются преступлениями. Просто человек хочет и умеет жить хорошо. Что в этом преступного, считают бедные родственники и продолжают требовать справедливости. Вот почему бороться с коррупцией у нас совсем непросто. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин